И как бы все считают так, что за нас говорить, то что мы действительно здорово играем, что все матчи выиграли, все матчи достаточно уверенно, что против, то что у нас не было по большому счету еще ни одной битвы, где мы вот, зависит вот опасный момент. И на первой же минуте сборная Швеции открывает счет в этой встрече, 19 секунд прошло от ее начала, и Оскар Мюллер, рубежав один на один, переигрывает Сергея Бобровского по хуй российской сборной, но говорил о том, шансы зацепиться у нас будут, если нам удастся забросить первыми. И как раз обращали шведы внимание на то, что очень активно сборная России на этом турнире начинает и нивелировать этот стартовый натиск и отличиться самим. Вот что мы хотим делать, говорили шведские игроки перед этой встречей, и они сделали это. Именно я об этом хотел сказать, что не было еще матча, где нам надо было доставать какие-то внутренние резервы, где получается, что мы вроде вот хотим поиграть. Вот, во-первых, уже проигрываем, такой уверенности нет, но Плотников сравнивает счет в этой встрече. Сергей Плотников, несомненное открытие этого турнира. Шестую шайбу он забрасывает, просто феноменальный сезон у Сергея в клубе получился, стал он лидером Ярославского локомотива, но мало кто, наверное, все-таки ожидал, что настолько... Сергей Плотников забрасывает важнейшую шайбу, бросок Медведева. Каким-то непонятным причинам поставил в тупик Мильсона, просто не оценил ситуацию шведский голкипер, вроде отбивал шайбу куда-то туда, к борту, но совершенно не предполагал того, что там будет Плотников, который хладнокровнейшим образом предоставленным шансом распорядиться. Да, здорово, Сергей оказался там, где надо, как говорится, в нужное время, в нужном месте. Настолько удачно он играл в NCAA, выклатил там такое количество шайб, что на него просто обратили внимание и... На трасс поставили! Широков! 2-1 сборная России! Выходит вперед кистевой бросок! Сергей Широков становится непреодолимой проблемой для Андерса Нильсона этого матча. Да, посмотрим повтор, красавец просто, Сережа из-под защитника, да, и... Очень неудобный бросок, вот с этой позиции будет хорошо видно. Ну, опять же, вот при всех там плюсах Нильсона мы его хвалили, но... Видимо, на него вот это давление сильно сказалось. И первая шайба, и сейчас это берущийся бросок был, но у нас это... В составе играет сборная Швеции, снова не удалось нам численное преимущество использовать. Тем более, нам будет аккуратнее, надо играть в ближайшие минуты, потому что, ну, у шведов подряд столько удалений было. Гол! Гол! Это Антон Пилов загоряет шайбу в ворота сборной Швеции. Но вот большинстве отличиться не удалось. Давайте посмотрим. Отпила опять очень неудачно Нильсона и... Просто так здорово вложился, я думаю, все равно Зарипову передачу напишет. И второй она для него станет, ну и Белов-то как попал. Ну, махнул от души. Бросок-то у Антона Белова очень хороший, это надо ему отдать должное. Действительно невероятный получился. Не очень удобно, казалось бы, да, неугойная такая позиция, но... ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!